Он рад, если его потревожит, хоть и сказано, не беспокоить. Так называется фильм, прокатная история которого зависит от жюри. Выпускник Казанского университета культуры и искусства Антон Болотов прошел финал всероссийского конкурса сценаристов. Отбор был буквально покадровый, из 300 работ прошли только 30. С автором, что призывает не беспокоить, встретилась Екатерина Кудинова. Чтобы написать сценарий, мало идей одной нужно... Кина не будет без сюжетных линий. Героев и их истории Антон Болотов менял несколько раз. Уместить все мысли на восьми страницах гораздо сложнее, чем сочинить двухтомник. Полет фантазии прервал хронометраж. Фильм не должен превышать 25 минут. Несколько предложений или в несколько кадров заключить мысль, это гораздо сложнее, нежели ее размазывать по всему фильму. Это гораздо проще. Когда одним кадром постараться объяснить сразу несколько подтекстов и высечь мысль, это сложнее. В съемках фильма будет задействовано 8 актеров. Бюджетный лимит 300 тысяч рублей. Действия по сценарию разворачиваются в Москве, но сами съемки можно провести в любом другом городе, говорит сценарист. Раскрывать все секреты молодой человек не спешит. Победа в финале обернется первой серьезной работой. Тема фильма это право на смерть, но все не так жестоко, как звучит. Но об эвтаназии я говорю. И самое главное о безжалостности людей, точнее о группе людей, которые используют чужие страдания в себе во благо. То есть основная мысль страдания как продукт. Антон Болтов писал сценарий для дипломной работы за спиной выпускника университета культуры и искусств, также многочисленные социальные ролики. Сейчас он переводит текст будущего фильма на английский язык. Направляли участников известные деятели кино. Но в течение года они вместе работали над ошибками. Финал состоится в Москве с 30 июня по 1 июля. Жюри отберут 15 лучших сценариев и помогут ребятам снять фильмы. Короткометражки зрители увидят уже в октябре. Екатерина Кудинова, Павел Прищепов, Айдар Кунафин. Вести. Татарстан.